Так, проверка автомобиля и прицепа перед дорогой. Габариты горят, аварийка работает. Подцепился. Каюр, ты едем? Герда ждёт. Тихо, стой. Отдохнёшь. Она ещё не готова. Да. А, счастья, радости, да? Вон раздал, сколько вы. Поспаслись с утра. Вон они. На проводах. Сейчас я уеду. Ну что, герой, герой, любовник. Поехали. Герда первая, белка вторая. Вручалочка моя. Вроде, опять, вот этот мужчина, наверное, мой идёт. Да, да, мой. Вон, я говорю, дастер. Вот дастер он. Вот так, сейчас я встану. Каюрчик сидит. Гагарин. Пойду. Ну что, всё. Задачу я ещё одну выполнил. Так. Карманово поворот. Наш любимый Карманово Гагарин. Гагарин. Юрка Гагарин. И я, Юрка Гагарин. И я, Юрка Гагарин. В честь него меня назвали. Всё. Поехали на выезд. Пять минут делов. И всего делов. Ну так вот. Люди живут везде. Смоляне. Едем дальше. Ой, на разгрузку, да, на Секоса. Каюрчик едет он. Едет. Сейчас каюрчик. Может, найдём, где какое болото. Остынем. Нас ждут великие дела. Теперь сексуального характера. По сукам специалист. Но очень ранимый, нежный мякий, пушистый. А у нас вольерные дела. Что-то за сериал. Что-то нахуй надо в это-то, да, блядь. Кокуркин, но тут у яйца. Попробуй. Лариса померла, блядь. Да я в курсе, да, с Василием. А привезут хоронить, что ли? Ну, короче, я слышал, как сказали, что её там детские собираются кримироваться. А туда привозить. Только когда... Не ясно. Так что, по идее, если, блядь, на третий день, то вы её сегодня должны были хоронить. А зачем тебе отрава-то? Вся невеста в доме закрыта. Твоя. Слушай, а здесь тоже неплохо. Собаки сейчас власть поднимут. Да, каюр бегает нормально. Возьми. Вот. Ладно. Потерял, значит, потерял. Каюр. Пойдём. Пойдём. Каюр, не ко мне. Ну что, по плану. Телефон мой подобрал? Какой телефон? Да ладно, я шёл, ты, Италий, увидел, лежал. Где он? Блядь, подзвонись. Ты насыщенный день. Да, Николаевич. Здоров. Почуть у тебя. Ну и что он тебе? Пить хочешь? Вода ей. Чего? Кострюлю. Ну чего? Вода у меня есть с собой. Ага. Нет, а кострюль где? Достать. Ну и я. Да, да. Каких капканов? Вода, джубки. Ну, троечный у меня больше нету. Номер три. На бобра, на барсука. Да. Один, ну, завезу тогда вечерком. Или завтра. Пей, пей, пей. Да, ну или вечером как поеду туда, завезу. Пей. Не, не, тут у меня по делам. Заняк, что-то надо. Пей. Пошли, пусть живут, картану не путят. На халяву лучше взять. Да, так, да. Ну ладно, там. Дом попьем, еще что? Разгружать надо. Выводи невесту. Уморился. Да, да, он обсерил тут все никак. Искупаться нам никак. Через ворю мост делают. А почему не искупаешься? Налево повернул, направо перед мостом, и вброд упрешься. Я еду, думаю, какой мост ремонтируешь? Лечу, ёлка, ну и цветофор какой-то. Я же тебе сказал. Давай по тормозам, там тихо. Мосты шикарные делают. Второй год. Сейчас каюр приведут. Супер невесту. Да, да, да. Здесь будет нормально. Попей, попей воды. Да, ну вот оно. Герда. Надо, чтобы она в туалет сходила. Каюр. Петля есть у меня? Да, я в туалет-то надо было сходить. Она только была, я выводил. А, села. Видишь? Ну да. Она сейчас вспомнится у них там. Прикрывается. Ну да. Может, не готова еще. Ну, это же потом, каюр. Я понимаю, что это универсальность. Ну, садиться, может, не готова еще, Юра. Как раз в пятницу. Если что, будет готов. Смотри, как он, не как он был ранен тогда, да, это? После операции-то. Нет, ты что-то сейчас. Саждится. Нет, она этот. Рана. Рана, да, еще не созрела. Ну, это фиксируется акт вязки, если все получится. Да, да, да. Кайфует. Слушай, ну она приподнялась, да? Ну, она тоже, кстати. Ну, вот и. Вот, зафиксируем акт вязки. Ну, подумаешь, но у него тюменский колдык. Колчалдык. Да. Накопил ты, каюр. Два года копил. После зла-то. У нас было дело, но мы этого не видели. Там. Все, все. Все, все. Все, все, все. Все, стой. Каюр, не тяни там. Знаете, не бойся ты, господи. Все, молодец. Молодец, молодец. Пожалей, пожалей. 11, 25. Минута 4 уже стоят. Чем больше стоят, тем лучше. Идет момент оплодотворения. Собаки стоят в замке. Завязались. Поэтому называется вязка. А не покрыл. Я свою покрыл собаку. Покрыл. Кроют кроликов. И кроют крышу. Нет, кроют поросят еще. А собаки стоят в замке. Завязались. Вот. Не скули. Каюр, дай 9 штук. Дай, подай. Да. Поэтому замок в замке. Иди сюда. Не, не, не. Пусть стоят. Я их прикрою. Проедет. Девочка, молодец. Они во время вязки на дворняк так похожи, лайки? Лайки. Такие какие-то непонятные, скукоженные. Да. Прикрыл, прикрыл я вас. Каюр перевозбужден. Я тебе говорю, он там... Все суки сходят с ума и... Сумасшедший дом. Он с удовольствием, видишь, как закорячился. Начал со спины, с головы. Протыркал ей весь позвоночник. В итоге нашел нужный вход. Не, он с вами даже летом в грядках-то, посмотри, да? Подхудал что-то такое. Поджарый. А он не ест, затечек, но толком. Он в тихую ест, чтобы я не видел. Творожок вчера маханул. Там это, мясо, косточка. Это он ест. И к миске подходит. Вчера я посварил полкастрюли. Потому что не жрут нифига. Кроме волчана. Не этой. Белкуни никто не... Жарко, душно. Тюменский. Да, да. Тюменский членовидный побывал в такой, это... В московской системе. Гердог. На всероссийскую выставку лайк поедем в 24-м? Ты еще можешь. Можешь же. Поедем. Старший. Или не будем? Посмотрим. Как будет выглядеть? Как выглядит и как это... Без диплома-то что ехать? С Куэрбаном-то можно поехать, да? Да. Я-то не хотел убрать. Почему? Ну, после слов, что он высокопородный, надо ехать. Так, сколько уже время? Сколько на твоих? На моих? Да, куда там. Куда там эта карусель? 28. Так у меня было до этого 28. Не знаю. Каюр уже проверяет. Уже отстояли. Около 10 минут. Проверяет уже, надоело ему стоять. Немножко проверяет. Сейчас рассоединятся. Хорошо в замок встали. Неплохо вот раз, да? Когда пол перекидал. Ну да, я хотел уже помочь. Попал, а мне гляжу справился. А сегодня 13-й день. Или 12-й? 12-й нам 1-й считали. Ну, контролю надо. Они дальше ярче должны. 12-й это начало от 12-го дня у собаки. А потом этот, как у... Самый яркий пойдут там до 18-го, до 20-го дня. Да, да, да. Возбудился. Он говорит, он тут, я не знаю, или... А петлю играет, видишь, тоже. Каюр, то что-то вообще какой-то странный. Да нормально, бывает. А это нюхает уже цветочки. На ход уйди, чё ты. Каюр побежит. Ничего, отсоединиться. Видишь, что-то из кровищи. Ну, теперь она как-то вот вроде как правильно, да? Потекла. Ну, то есть это... Да, у неё дни. Ну, не ложная, я имею в виду. Осенние щенки, получается. У нас октябрь опять? И у меня октябрь, блин. Майгос сидят, да. Октябрь... Да, октябрь щенков. Каюрбанщики полезут. Он чё-то нюхает, смотрит, он там бегает, жужжит. Да, пчёлки оденет. Мочить кого-нибудь. Слушай, ну ранение-то у неё почти не видно, да? Ну, конечно, глаз наружу. Что, обнаглелась с лосями, да? А? Страх теряем. А? Морда. Глазами наверх, раз. На это, наверх. Секос у вас? Секос. В туалет даже, скажи, не дали сходить. Она была, я минут 15 назад выводил. А, ну, правильное дело. Ну, всё, заживу у меня. Стойте, сейчас скоро рассоединитесь. Больше 10 минут, я думаю, не отстоите. Если что, покажу фото, видео этому Иру Владимировичу. Ну, что вязка была. Да, я скажу, что не, что повязали, да. Я ему скинул сейчас прям. Мы сделали первую вязку. В Москву попадать надо. Ну, за резину для грузовика ехать надо и в Майор заскочить. Родословную восстановить Гердухину настоящую. А Куцовскую прям на выставку к ним поехать, взять гвоздь, молоток и вот его книжку прям при всех прям гвоздём, прям в двухсотку взять и прибить прям, где они сидят. По центру. Вы не теряли тут ничего? Не, нормально, долго стоят. Десять минут стоят уже. Сейчас должны уже рассоединиться и завязывать свои боевые сексуальные раны. Ну, давай, Каюр, вытаскиваешь и шишак. Вот, проверяет, так, как Герда проверяет. Такая она плотная. Сидят собаки. Да. Каюр, нормально все? Бардан, как кайфуешь. Да, через три дня ему опять, потом опять. Там Белкуня, да, до ночи, там тоже Финтиперсая дама. Она с ним заигрывает, вот давай, я готова, а потом опа, я сама, опа, тоже так же, на жопу, иди в жопу. Ролевые игры у нее, простоте. Я дам, но не дам. Но если на порости будет каюр, то, я думаю, и там будет все нормально. Высокопородный. Да, зацеп зубов у нас слабенький, но надо с костями поосторожнее, тогда, может, мы дотянем зацепу. Надо тебе на Всероссийскую сводить, надо тепло мы еще какие-то получить. Вангард бы открыли. Гердох, Герд, пойдем. Пойдем, Герд, оп, все, вытекло, что-то там. Даже каюру стало, да, больно? Удочку, чуть не сломали. Ну вот все, время. Время спать. Время. А мы не ели. Ей главное в туалет сейчас не давать сходить. Сейчас я пирасчик. Да. Пойдем. Там она не... Лучше пусть побудет. Да, не давай ей, ложи этот в туалет, чтобы она не ссыкала. Ну все-ка, Юр, доволен, как валанчик. Ну вот. Слил все за два года. Так, ладно. 15 минут ровно отстояли. Разгружай, бери резину. Ну, Юра, одна, короче, с этим... Ну, там ей этот... Болтынки, да? Не, да, она заклеена, но, то есть, он ездил так... Когда-то он повредел и проколол, где-то будет там. А так, я посмотрел, внутри она чистая, вон она. Вот ты взял. Ага, вижу. Да. Эту новую почти. Ну, протектор не такой, и такой. Не, не такой. Я другую купил, получается. А какая разница? Да какая? 15 на 65. Нет, я имею в виду, у тебя протектор не такой. Да и две, по два колеса. Не, пара можно, да. И все. Нет. Я без инструмента, без всего поехал. Лихой парень, бля. Ну что, отдыхай. Ложись и кайфуй. Ложись. Отдыхай. Набирай сил. Так, ну все, мы поехали, попрощались. Крестному своему крестнику чуть дал денежку. Пойдут в магазин. Вкусняшки купит. Так, тут у них спор комплекс, я вам чуть-чуть Темкина покажу. Мы сейчас уйдем. Как-то нам надо Поехали. Вот такой спор комплекс у них тут. Магазины. Ну что, вон частный сектор здесь. Все, Темкина. Смоленский образ. Так, администрация. Церковушка. Вот домик какой-то срубили, я даже не знаю. Ну Юра напишет, скажет, что это за домик. Вот милиция, скорая, милиция, почта. Ладно, дальше я не поеду, поеду я на выезд. Там дальше угловой, там магнит, фигит, там все, все дела. Вот. Сейчас заимем на речку Ворю. Я его искупаю. Банкомат Сбербанк здесь. В лесочке. Книги. И все. И частный сектор. Вот так вот. Так люди здесь живут. Вот большие дома. Трехэтажные. Все, больше такого ничего нет. Остальное вот такое. Ну, деревня. Деревня, деревня. Поперли в сторону Гагарина. Косточки возьмем. Ой, Господи. С прицепа у меня, видите, здесь надо кровать делать. Каюрчик. Не видели такой еще, да? Сейчас косточки возьмем. А что у нас сигнализация каюр не срабатывает? А? Все, маленькую косточку дать тебе. Взял вам опять почти на тысячу. Ёкорный бабай. Сейчас поем на речку, я тебе искупаю. Остудись. Где-то был маленький. О, вот эти ребрышки-то высру. Возьмешь? Жарко. Дай потом. Давай на речку. Не? Ты у меня нормальный, адекватный. Более-менее. Косточку ты стопудово не ел? Тихо, тихо, тихо. Не спеши. Или съел уже? Что-то нет, не видать. Обсыкал машину опять. Все. Смолотил. Ну, теперь поесть-то можно, да? За два года слил продукт накопленный. Накопленный. Август. У нас... Месяц вязок. Октябрь будет... Щенячий октябрь. Надеюсь, что у меня тоже все с нее срастется. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И на речку. С прицепом. Пусть... Разгуляется. Отвлечется от рутины дурдома дома. буйных сумасшедших сук, которые сходят с ума, едет крыша. Неадекватные поведения. Летяние, жукарьера. Вперед, 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 вперед пошел. На улице тридцатку давит. Поймать, купая, сейчас каюр, никого нет. Вот, конечно, их тоже вести, сейчас поим, рассыпимся. Ну, все, от 1 августа у нас связка, выскупался еще разок. Давай, вперед, каюр, остывай, вставай. Морда. 30 градусов просто сейчас растопит, будет хорошая погода, можно окунуться и самому. Пойдем? Пойдем. постой самому, постой, постой, постой. Постой. Да-да. Еще не, невеста дома еще одна. Собачья невеста. Да? Дорога, да-да-да. Такая уж племенная работа у нас. Ты даже не намокаешь каюр. Тебя как с гуси вода. Что толку? О-о-о-о-о-о-о-о. Вперед. 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 О-о-о-о-о-о-о-о-о. Остыл? Жарит, жарит. Луки по-любому попрятали с ним. Войди. В траву. В тенький след. Вперед. Ну что? Где? Где утка? Подашь, может, палочку? Каюр подашь? Как я на Черном море забыл? Красное дерево. Каюр подашь? Не то настроение. Сама белку не думаешь. Ладно, чези. Вот такие дела. Ой! Будем ждать в октябре. Целый отряд щенков. Значит, скажу один момент по поводу можно у вас щенка. Можно как у вас заказать, не заказать. Во-первых, чтобы со мной вести контакт, я в Ютубе на этот вопрос я не решаю. Вот. Во-вторых, если вы идите на личку, у вас должен быть статус охотника. Вы должны заниматься собакой, охотиться. И желательно заниматься племенной работой. Это дипломы, это выставки и все остальное. Продолжение потомства. Если у вас что-то одного нет из этого, или вообще ничего нет, то эта собака не для вас. Вам нужны хаски, маламуты, баламуты, овчарки и так далее. Декоративная домашняя диванная. Лайк очень сложный. Сложная порода. Вы ее подрастете, потом вы ее выкинете на улицу. Она вам все испортит в доме, в квартире тем более. Поэтому эта порода чисто для охотников, для охоты, для леса. И не важно, какую нагрузку вы будете говорить, мне писать и все остальное, что будете в лес ходить и так далее. Все это не то. Для лайки это не то. Прогулки прогулками, охота это охота. Собака не дура. Собака понимает. Собака выкладывается, энергию копит и выкладывается на охотах. Будете платить за уничтоженных котов, маленьких собак, средних собак. Это собака охотник. Она добывает. Если не по нраву, кобель с кобелем или сука-сука, могут. А если это, то загрызет нафиг. Я немало денег заплатил, отдал. Спасибо лайме, соболю. Дофига. Ну, эпизодов 5 есть точно. Платежно способных. Когда был еще. Последняя собака была. Но я не отдал ничего. Потому что сама собака нарывалась. Они ее сами оставили на берегу водохранилища. Похоронили и все. Ну вот. Женька с Волком тогда были. Они хотели щенка себе за 40 с чем-то тысяч. Я им говорю, у вас собака без документов. Ну, там же какая-то была. Небольшая. Но очень вонючая. То есть в плане это. Гавкала. Нарывалась сама. Сама прибежала. Сама отхватила. Похоронили прямо на берегу. И все. И они, я смотрел, особо-то не горевали. Хотели денежку. Ну. На том еще и осталось. Вот. Так что поэтому это все тяжело и сложно. И в виде ютубе в основном это зритель тот, который просто смотрит, улыбается, чему-то радуется. Просто вижу картинку, вижу собачку, вижу кошечку. Сисю-пусю. И на этом вся эта. Ну, судя по комментариям, по всем этим делам. Народ не готов к этой пародии. Он просто наблюдает, как образ собаки. Нравятся собаки. Красивые. На волков там похожи. На что-то еще. Ну, всякую хрень, короче, несут. Что в голове. В голове тараканов кошмар. Но. Я на это закрываю глаза. Потому что это не бесполезно. Я один. Ютуба много. Поэтому я сразу предупреждаю. Говорю, кто досмотрит это видео. Тем более, кто давно меня смотрит, понимает и знает уже. И уже этих вопросов никто не задает. Только может быть кто-то из новых и так далее. Собаки знают, что только охотникам. Тут не рынок. Тут не... Ютуб канал держится не для продажи щенков. Тут нету каких-то барыжнических действий. Продаж и все остальное. Тут идет племенная работа. В плановые вязки. Запланированные. Себе Юра будет оставлять несколько сук. А оставлять будет потом выбирать одну. Вольеры. Сейчас я все привез. Все будет делаться. Ну и будем ждать потомства. В дальнейшем классных потомков. Вот такой расклад я вам даю. Так что слушайте, внимайте, понимайте правильно. Хотя бы пытайтесь понимать правильно. И будет вам счастье. А все-все-все-все можно посмотреть. Вас ничего не обязывает. Посмотрели. Сопли попускали. И все. На крестик нажали. И все. Не кормить. Не поить. Не заниматься. Не переживать. Не поиск. Не побегов. Ничего. Только обсуждение. Ничего вас не затрудняет в этом плане. Смотри да радуйся. Затрат никаких. Хлопот никаких. Зачем вам собака? У вас есть Ютуб. И это самый лучший выход из положения. В любой момент зайти и посмотреть. И как будто вы побывали где-то. Вот и все. Это лучший вариант. Без геморроя и затрат. А настоящая жизнь, она на самом деле совсем все другое. Поэтому не нужна вам такая собака. Особенно кто пытается рвется через Ютуб. Не способны вы под эту породу. И опять же я скажу, что я сужу судя по комментарию. По обстановке. Кто сидит у меня на каналах. А если детвора. Тети. Женщины. Девушки в основном пишут это все. Адекватные люди смотрят. Либо класят. Либо нейтральные комментарии пишут. Неадекват с ума сходят. Ну и херню всякую пишут. Ну всего полно. Так что радуемся. Я смотрю. Кому-то отвечаю. Кого-то пропускаю. Кого-то удаляю. Бред какой-то. Ну. Живем. Ютуб живет своей жизнью. Мы своей. Радую то, что вы смотрите. И еще продолжаете наблюдать. Плести скандал. Интриги. Расследование. На то она и жизнь. Как перестанут тебя обсуждать. И никому ты будешь не нужен. Значит. Ты народу не интересен. Да, Каюр? Пока мы интересны. И нас где-то обсуждают. И нас смотрят. Значит. Мы еще. У нас все нормально. Ладно. Всем пока. Всем. Не буду я вам нотации читать. Все. Мы поедем до дома Духаты. Или дома. Снимемся. Как ты приехал. Габарджога. Давай искупаемся. А потом поедем. Юрий, я родился. Вон в труселях. Сейчас заплывем. Вода леденючая. Некоторые думают, что вода теплая. Нет. Это не другая совсем река. Это река. С этими. С родниками. С ключами. Да. Пойдем. И это. Почему и Каюр особо-то? Он сейчас раз. Вперед. 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 Может поплыть. Вперед. 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 Давай. Давай. Вперед. Назад. Да. Ну хоть чуть. Смотри. Вода скатывается. Запылился весь. Ура. Каюр обалдел. Вот так нельзя было там отряхнуться сразу? Сейчас я там. Сейчас жарко очень. Каюрчи. Каюр. Пойдем? Давай еще разок. Пойдем? Пойдем. Пошли. Че за них тебя потопили? А-а-а. А-а-а. Молодец. А-а-а. Каюр. А-а. Оживает. Трык-трык. Оскулишь. Потому что белка дома. Белкуня. Каюр. О-о-о. Белка дома. А что уже набрал? Яички полные? Так что вязка произошла. Все. А, еще будет контрольная вязка. Скорее всего будет четвертого. Я не знаю, когда будут ролики выходить. Видео. Но будете смотреть постепенно. Ничего страшного. Главное, у меня зафиксировано. Архивчик идет. Пока нас не выгоняют совсем с площадки Ютуба. Вот. Есть где хранить. Что-то я сохраняю в соцсетях. Определенное что-то для меня интересное отдельно. Покороче там. И то есть все. А так, конечно, я тут. Удалят. Я за Ютуб ничего не копирую. Мне ничего не надо. Снесут и хрен бы с ним. Хорошо отработали. Жалко, конечно. С 11-го года архивы идут. Еще на двухмегаписельную камеру. Ну, как сейчас помню. Нокио шлюми оба. А-а-а. Что ты думаешь? К белке хочешь? Набрал сил-то? Герой-любовник Смоленской области. Герда приедет тебе на вязку. Колеса переобули уже. Все. Машина готова. Езья. Привезут тебе на люля кебаб. Накидаешь? А? Каюр такой. Даже пасть не открываешь. Остыл? Ладно. Сейчас засниму. Приеду домой. Пойду я телефон положу. Окунусь с тобой. На раз, два, три. Баба сеяла горох и сказала громко. Ох! Ее просто. Я потом тоже буду искать свои причиндалы. Неделю после такого холода в воде. Понимаете, конечно, мой юмор. Кто меня знает, тот понимает. Герой-любовника. Он уже в будку лег. На улице 28. Прицеп надо было все-таки поближе прижать. Ну ладно. Я просто хочу освободить место под этот. Как он. Что-то трава, солнце. Солнце. Площадка позволяет разворачиваться. Сейчас я вас и по косточке вам дам. Хочу посеять и палить по новой. Сейчас. Ау-у-у-у-у-у-у. Опять копал. Вышел. 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 хватит вот прохлада вот как белки злата не лаяла всю жизнь залавила выпускаю выпускаю иди белку не дай выйти иди гуляй иди гуляй да что ж такое-то уйди гуляй сказал и дети о каюр у тебя сил нет еще только если завтра дурдом на выезде ой даже теперь следующий год под машинку чтобы косить теперь тут все будет хорошо вокруг банки нализывать нализывать жарко под тридцатку злато ревнивая стервоза шо вздыбилась так а ты не поймешь что происходит вроде и теку вроде не теку вроде хочу и не хочу и он че за на нализуется мандинь тоже не поймет каюр еще не готов хочет но у него за два года слился ты уже отдал семя тюменская ишимская в перемешку там все сибирскую отдал силушку свою отдал гердухи ваше семя живет сколько трое три дня точно живет так что она завяжется может с первого раза до там ты быстро она как готов 12 день до сразу по и сделал дело чё по косточке давайте нет у тебя сил каюр ну ты же понимаешь да и я каюр не трогай кобеля не трогай каюр не соперник подвели ко мне под защиту а вы не трите здесь я тебе сейчас пойдем полчас каюр ты чё а каюр вот и ходи с ней а вот будет при этом подрастет будет насмерть видим он как за с привык за своей мамашей везде а это думаю что соперник но не сильно белка иди гуляй в один день двух не знаю не готова нынче в один день двух каюр ты разошелся контрольная вязка каюр ты маньяк стопудово что эти тихо время засекаю ох разошелся но он не созрел здесь можно не завязаться во первых рано на на три дня как минимум на три дня рано и здесь то я могу и все равно будет считаться последний по последней вязки не никак по-другому вот так что это он уже переговор очень сильно перевозбудился за все эти время очень переживал чтобы не досталось никому поэтому с пылу жару взял сдуру еще раз не знаю и было чем не было не проверял не знаю насколько быстро накапливается знаю что хотя бы сутки дают отдохнуть поднабраться что азлат подсекает так что вот так вот сейчас копа косточки дам и все ты чё в кинотеатре там сидишь тенечки так где косточки стойте стоите нормально долго даже простоять не знаю там-то герди накопленная досталась очень долго пойдем западем за злато вас прохладе злато 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 иди на место не глуми крыши едет сейчас контужу иди на место иди злато место без тебя фильм закончат порнографические собачьи на грызешь стоят день каюра стойте стойте гулять не будет она не есть ничего как полноценная себя ведет на зуб молодые хомяч хомяч сейчас им по косточке кинул рассыпется пусть грызут белку хорошего трасс до страны не были кости тоже большой каюрчик тоже большой совсем сил нету день насыщенный грызи грызи мягко грызи грызи встать не утерпел ты каюр да да играла на своей петлей я даже хвост опущен белка закрутила да а как ты хотел второй раз будешь мамашей для своих щенков щеной сукой да да выяживалась тата лихо петлю играла гулял на это же во время не должны там то они почти 20 минут отстояли действие не столько он будет оплодотворять меньше 2 все-таки за целый день вязка сейчас пустит опустеет совсем хранилище тюменская тюменско-сибирская западная до такие морды вас в этот момент да у кого они нормальные до при сойкости морда то на себя посмотрите или человеке с разойдется это уже 12 минут нормально начать ищем здесь ищем по затворять но контрольные вязки они как в том числе говорят о том как и все рассуждает говорят что ну как бы контроль не просто плюс 1 2 щенка больше то есть дополнительные цикле тки оплодотворяют которые не оплодотворились с первого раза контрольная вязка уже 7 продолжает плодотворять яйцекретку и опустевшие окошки корид закрывать которые могут оплодотвориться и контрольная вязка дает получается что так бы может быть было бы 4 5 так может быть 7 ну а ну допустим 5 так может быть пише 7 соболь тогда лайм увязал сколько ну не знаю раз 4 5 я не знаю 9 щенков получилось вообще но они сильные родители были мощные питание все там сила дух слабая собака не будет рождать щеница сильных хороших щенков не будет давать когда сильные собаки они дают сильный хороший помет вот а когда собака слабая неважно животное любое волки почему волки щенятся не два раза в год как у многих вот всякие собачки два раза в год текут да а потому что у них жизнь диванная а у волков со выживаемость то есть есть она будет щеница два раза в год волчица когда время охотиться когда поднимать помет то есть когда его натаскивать охотиться научить и заниматься выживаемым когда всему научиться надо один помет хотя бы раз в год дать возможность ему встать на ноги научить молодежь всему водит их на охоту занимается это как у людей ну да допустим вот хотя бы есть погодки да там все остальное надо ребенка 1 по 1 потом чуть следом 2 там чтобы одежду до нашего там все остальное у животных совсем все другое поэтому если волчица будет чиниться два раза в год и она все исхудает она будет вымирающее поколение ей некогда будет охотиться на будет слабая в зависимости конечно какое питание и все остальное вокруг сколько живности добывать и все остальное белку оттянешь-то ой кашу машину творит речь хоть жаркой идите сюда бел белый дико давайте к нему велико бел иди к белку не бел 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 белку не бел 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 иди ко мне бел каю все аж вытекло что-то все тоже потекло о ухо как у господи ну все подлизывает сразу так что поэтому самосохранение своей жизни своего потомства конечно собаки должны и лайки у многих тоже текут и текли раньше в основном два раза в год и поэтому когда охотиться когда заниматься собакой если она постоянно 23 месяца опять потекла то нам раз полгода до только вроде это если щенки а некоторые умудрились у кого лайки были вязать два раза в год на каждую течку она вообще вся там не организм там силу собаки нет но чисто как производитель как станок бывает возбуждают бывает специально провоцирует чтобы она не под постоянно только и текла и только и вязалась но это бизнес люди то есть делают бабки на собаках здесь немножко конечно все другое и в данный момент конечно чистокровность и дикость природы это конечно должно быть один раз в год когда они постоянно это течки вязки и жить ты никогда одни щенки до барыжничество да и у собак здоровье не то будет поэтому хочется больше быть в лесу и быть на природе чем возиться и ковыряться и мучить собаку это же тоже очень плохо для живности щенки с каждым пометом будет слабее иммунитет болезням всякие болячки будут прилипать поэтому собака должна быть готова к вязке должна быть сильной готов ко всему и поэтому то не матеря хорошие белку никаких он ускормил я даже поиграть ты не смог сразу все разъехались подкармливать я бы не подкармливать 30 дней не выходили вышли сразу лошади им все есть она сильная мать дала столько молока и все остальное столько питания это кошмар да каю тебе позавидовать даже можно почти с тобой в бане не стыдно подходить если что высокопородный кобель конечно сейчас все уберет сейчас они остынут стоит ладненько косточки мсендал придет поезд муха зеленая зараза сразу пусть лежат отдыхает ну вот такая вот у нас обстановка каюру конечно теперь сейчас восстановление пусть отдыхает посмотрим спасибо всем за внимание спасибо что слушаете прислушивайтесь и правильно воспринимаете информацию это большого стоит рад всегда чем подсказать рассказать но на глупости на бред я не отвечаю и отвечать не буду ну и сами понимаете что в советах юрий валерьевич не нуждается никогда не нуждался за моими плечами такое что жизнь опыта столько что весь youtube вместе сборе взятый могу научить и носом тыкнуть в одно место со своим опытом жизненным поэтому меня учить только портить а поэтому и мне иногда идут вот эти вот возмущение да я вспыльчивый горячий как говорится горячий финский парень но я только и не финские дерзкий казак у характерной боже козерожка сюда сделаешь год быка упрямый иду до конца и на ну по жизни иначе другим характером я в этой жизни бы не выжил поэтому меня учить только портить а на помощи пошутить посмеяться с вами всегда рад и что-то обсудить и серьезное и подшутить всегда за все всем пока угорел опять ты всю миску извозила жарко жарко планка юр сейчас этот не пойдет он домой хоть стоять пока не уберется все о убрался уже момент номера каюр идешь к себе иди 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 к себе иди иди на место иди иди прижать дыхать все у тебя убралась и запереживалась на мяс отдыхайте но лежи ну теперь точно отдыхай наебись как волочек